А человек, конечно, горожанин в узкие рамки сам себя загоняет. Если человек лишён гармонии, знаю в чём дело, и не может найти гармонию в себе, с окружающим миром, естественно, это прорывается. Даже все вот эти маньяки, они просто не могут найти гармонию. Они не могут найти гармонию. И поэтому вот, да, это уже психоз, это уже психическое расстройство, это уже клиника, грубо говоря. Просто потеря гармонии. Ну, мне и психиатры говорили, 100% психиатры у нас. Ребята, мы оторвались от окружающего мира. Мы ушли в бетонные муравейники, в человейники. Мы ушли в бетонные человейники. Нам тесно. Нам действительно тесно. Спальные районы. Да, нас раздражают окружающих, потому что соседи сверху шумят, заливают, соседи снизу там, всё. Мы живём в состоянии стресса в городе. Всё. Мы ушли от природы. Мы огородились уровнем комфорта. Так вот. И действительно. А Гиппократ говорил, лечится природа. А человек привык там таблеточку съесть. Но это только верхушка Альберга. Надо найти причину болезни. Это тоже Гиппократ говорил, что это гимнастика, и вы все эти лекарства просто заменяете. В общем, дело. Но ни одно лекарство не заменит гимнастику. Гипподинамия, кто несколько поколений в городе живёт, я читал исследования, это зрение дорогого нерва, психика, и эритроцитов меньше, и костят раньше. Это я по себе даже знаю. Поэтому сейчас наблюдается противоток. Кто несколько поколений в городе живёт, они стараются на природу, дачу, там, в лес. А кто в провинции живёт, в город, там, что деньги зарабатывают. Ребята, даже энергетика. Смотрите, на острове какая энергетика. Брёт, да? Конечно, да. Всё излучает что-то. Вот это самое, деревья даёт не только озон, вернее, кислород, а не энергетику. И много неизвестное нам просто подойти, вот так вот взаимодействовать с беремом. У меня есть, слышишь, у меня есть место, так вот, ну, это в частности. Брешташка. Ну, я понимаю, что прёт энергетика, но я её не воспринимаю, так. И пусть у меня в голову, так вот, всё, а это женская энергетика. И вот, выезжаю, ну, это уже частности. Вот, я нашёл себе дерево, так, вот, энергетически. Всё, я босиком, раздеваюсь, обхватываю, представляю, что я дерево, ну, опять это частности уже. И действительно, оно питает тебя, я чувствую, я чувствую, как сок по мне, так, вот, по нему идёт, и по мне идёт так же, так. Энергетика. А в больших городах мы решили... Они этого не чувствуют. Мы изолированы Земли. Нас даже, грубо говоря, помните, так, прикасаешься к человеку, от тебя электрическим током идёт. Ты как батарейка, ты, ты, это электричество в тебе, так, оно разряжается. Ты не можешь в Землю, вот это вот, грубо говоря, это чисто электричество, кроме электричества, есть ещё, есть ещё вот так вот, то, что мы знаем, биополя, и то, что мы не знаем, потому что есть, то, что биополя, аура, это то, что ещё, мы, слава богу, наука доказали, вернее, установили, согласилось, что это, раньше это было... Да, вообще, да, да, психушку, да, слава богу, какие поля там, да, слава богу, что наука согласилась, что есть и аура, есть и биополе, всё так же. Нас бы 20 лет назад, ребята, все бы психушку уже давно бы засунули с нашими разговорами, то, что мы сейчас говорили, все бы психушку, да, прямые, да. Просто академики считали, раз это мы не можем, значит этого не надо, да, ну, сейчас этого и не отрицают. Наука не открывает ничего. Наука только доказывает то, что существует. Вот подтверждает. А то, что не может доказать, значит, этого нет. Если мы не можем это доказать. Я когда-то записывал лекции Сережи Сидоренко, духовные мишенича и Танин. Он окончил этот физфакт в Таллине. Прекрасные лекции читали. Стали указанный штатив и два раза в неделю по полтора часа. И распечатки надо. Вот как-нибудь надо привезти, показать. И Саша будет интересно. И Юрий Владимирович будет. Саша, а мы как-нибудь с тобой. А, ты москвич, да. Пожалуйста, приезжайте ко мне. Я сейчас разгребу одну комнату. Да, мне что-то. Куда же мне с этого острова деться? Он за меня держит. Я же без него. Я же без него. И ему без меня скучно будет. Я же недавно... Я часто в Каушской области бываю. И там один мужчина, который воевал в Афгане. Он преподаватель, бывший директор школы. И он создал патриотический музей для детей. Походы более. А недавно я ему всякую швейку привез. А жена сказала, он уехал воевать. Так, говорю, вот мой адрес. Я освобождаю одну комнату. От меня 7 минут, как вы в Боткинской больнице. Пусть выздовраживающие ребята ко мне приходят. Кто без руки, кто без ноги. Я знаю, как... Саша, прошу, вот... Чисто моё, так вот, тему войны... Мои людей-то надо лечить. Тему войны давай не лечить. Вот чисто... Мы решили, да. Мы, кстати, договорились. Да, договорились. Тему войны, потому что она ещё... Да, она очень болезненная. Она очень болезненная. Продолжение следует...